Задолженность за поставленный природный газ в Алатыре снизилась на треть. На погашение долгов муниципалитету выделили субсидии из республиканского бюджета. Платежная дисциплина, сокращение неэффективных расходов и реализация национальных проектов. Ключевые темы расширенного совещания с активом города. Подробности у Дмитрия Ковалева. В статусе главы администрации города Владимир Степанов работает третью неделю. И уже успел изучить состояние дел. Первостепенная задача сократить долги за услуги ЖКХ. Более 90 миллионов рублей необходимо заплатить только за потребленный газ. Проблема должна решиться до отопительного сезона. Над этими проблемами мы работаем. И буквально завтра выезжаем на совещание в Межрегионгаз. Для того, чтобы каким-то образом отрегулировать эти вопросы. Вывести жилищно-коммунальный комплекс на работу без убытков. Такую задачу перед местными властями поставил председатель Кабмина Республики. У вас, кстати, один упаковок КТС, один из самых хороших коллективов. Он вы можете послалить лучше, чем Нарочубин, лучше, чем Макалыш, Кресик и так далее. Нужно смотреть, опять же, экономику предприятия, с чем это связано. Да, пять лет назад, когда вы плачете резиновую платежи, я могу еще разобрать. Вы перестали платить резиновую платежи, он же говорит, вы платите. О чем вы говорите. Навести дисциплину с платежами необходимо и предпринимателям. Только на Алатарском заводе низкотемпературных холодильников долги по заработной плате превышают 15 миллионов. Для их погашения конкурсный управляющий выставил на торги имущество. Но большинство предприятий города развиваются стабильно и реализуют инвестиционные проекты. В этом году предприятия и малый бизнес на свое развитие более 200 миллионов на реорганизацию затратили. Я думаю, что, конечно, будет развиваться. Есть определенные достижения. Это в области строительства дорог, дворовых территорий. Необходимо, необходимо любить свой город, ценить его, любить граждан этого города. И тогда у нас все получится. Премьер-министр отметил, что инициативы муниципалитета в правительстве региона готовы поддержать. Городские власти должны предоставлять качественные проекты. Сегодня здесь у муниципалитета есть определенные недоработки. Мы это видим. Отсутствие его в целом ряде федеральных и республиканских стран. И уже на протяжении 2018-2019 года со стороны республики оказывается дополнительная финансовая помощь, чтобы сбалансировать бюджеты города АллатРа. За профессиональные успехи, благодарности и дипломы. Госнаграды горожанам вручат и в предстоящий праздник. 3 августа отметят 467-ю годовщину АллатРа. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика.